ЭПИДЕМИИ КОЛДОВСТВА И БЕСООДЕРЖИМОСТИ Очевидно, подобным же образом объясняется и происхождение колдовства, этой страшной болезни, из-за которой погибло на костре и эшафоте, наверное, много более народа, нежели во всех вместе взятых войнах истекшего столетия. Не допустив взаимовнушения и самовнушения, мы не могли бы понять не столь значительного распространения эпидемий колдовства, проявлявшихся в самых различных частях Европы, особенно в XVI веке, не почти стереотипного описания видений, которым подвергались несчастные колдуны и колдуньи средних веков. По описанию Реньяра, к женщине, которая обыкновенно подвержена конвульсивным приступам, в один прекрасный вечер является изящный и грациозный кавалер. Он нередко входил через открытую дверь, но чаще появлялся внезапно, вырастая как бы из земли. Вот как описывают его колдуньи на суде. Он одет в белое платье, а на голове у него черная бархатная шапочка с красным пером, или же на нем роскошный кафтан, осыпанный драгоценными каменьями, вроде тех, что носят вельможи. Незнакомец является или по собственной инициативе, или на зов, или же на заклинание своей будущей жертвы. Он предлагает ведьме обогатить ее и сделать ее могущественной, показывает ей свою шляпу, полную денег. Но чтобы удостоиться всех этих благ, ей придется отречься от святого крещения, от Бога, и отдаться сатане душой и телом. Вот стереотипные описания демонических галлюцинаций, которым подвергались истерические женщины средних веков, или так называемые колдуньи по тогдашним понятиям. Не ясно ли, что здесь дело идет о галлюцинациях такого рода, которые выливаются в определенную форму благодаря представлениям, упрочившимся в сознании путем самовнушения или внушения, быть может, еще с детства, благодаря рассказам и передаче из уст в уста о возможности появления дьявола в роли сооблазнителя? Другое, не менее распространенное убеждение в народе, которое получило особенную силу благодаря религиозному мистицизму в эпоху средних веков и последующий за ними период времени, есть так называемая бесоодержимость, то есть обладание дьяволом человеческого тела. Благодаря самовнушению о вселении дьявола в тело, эта идея нередко является источником целого ряда конвульсивных и иных проявлений большой истерии, которые также способны к эпидемическому распространению. Первая большая эпидемия этого рода, по словам Реньяра, произошла в Мадридском монастыре. Почти всегда в монастырях и, главным образом, в женских обителях, религиозные обряды и постоянное сосредоточение на чудесном влекли за собою различные нервные расстройства, составляющие в своей совокупности то, что называлось бесноватостью. Мадридская эпидемия началась в монастыре Бенедиктинок, игуменья которого Донне Терезе еле исполнилось в то время двадцать шесть лет. С одной монахиней вдруг стали случаться страшные конвульсии. У нее делались внезапные судороги, мертвели и скорчивались руки, выходила пена из рта, изгибалось все тело в дугу наподобие арки, опиравшейся на затылок и пятки. По ночам больная издавала страшные вопли, и под конец ею овладевал настоящий бред. Несчастная объявила, что в нее вселился демон Перегрину, который не дает ей покоя. Вскоре демоны овладели всеми монахинями, за исключением пяти женщин, причем сама Донна Тереза тоже сделалась жертвой этого недуга. Тогда начались в обители неописуемые сцены. Монахини по целым ночам выли, мяукали и лаяли, объявляя, что они одержимы одним из друзей Перегрину. Монастырский духовник Франсуа Гарсия прибег к заклинанию бесноватых, но безуспешно. После чего это дело перешло в руки инквизиции, которая распорядилась изолировать монахинь. С этой целью они были сосланы в различные монастыри. Гарсия, обнаруживавший в этом деле известное благоразумие, редко встречаемое в людях его класса, был осужден за то, что будто бы вступил в сношение с демонами прежде, чем напасть на них. Бесноватость Бенедиктинок наделала много шуму, но ее известность ничтожна по сравнению с эпидемией бесноватости Урсулинок, которая разразилась в 1610 году. У двух монахинь монастыря Урсулинок появились какие-то необычайные движения и другие удивительные симптомы. Согласно господствовавшему тогда верованию, Ромельон вообразил, что эти монахини одержимы дьяволом. Он попробовал делать над ними заклинания, но неуспешно. Дьяволы продолжали мучить бедных Урсулинок. Убедившись в своем бессилии, бедный священник обратился к более могущественным заклинателям. Обеих одержимых, Луизу Кало и Магдалину де ля Полю, дочь провансальского дворянина, отправили в монастырь Сент-Бом к инквизитору Михаэлесу. Михаэлес, не надеясь исключительно на свои силы, пригласил на помощь фламандского доминиканца отца Домциуса. Он сам из Лувена, говорит Мишле, не раз производил заклинания. Был, стало быть, обстрелен на этих нелепостях. Луиз скорее сумасшедшая, чем злая, но злая в своем сумасшествии призналась, что в ней сидят три дьявола. Верину, добрый дьявол, католик, легкий, один из демонов воздуха. Левиафан, дурной дьявол, любящий рассуждать и протестовать. И, наконец, третий дух нечистых помыслов. Чародей, пославший ей этих дьяволов. Князь всех колдунов Испании, Франции, Англии и Турции. Патер Луи Гоффреди, бывший в то время приходским священником церкви Нотр-Дам-дес-Акуль в Марцеле. Магдалина, подстрекаемая Луизой и обезумевшая от страха, сделала такое же признание. Она сказала, что Гоффреди испортил ее своими чарами, что он наслал на нее целый легион, то есть 6666 дьяволов. Михаэлес, как монах, ненавидел Гоффреди, священника, и с радостью ухватился за прекрасный случай. Он донес на чародея прованскому парламенту. И хотя на стороне Гоффреди были капуцины, епископ, марсельский и все духовенство, тем не менее парламент в союзе с инквизицией добились того, что им выдали Гоффреди. Его как преступника привели в Экс. Перед Магдалиной Даля-Полю несчастный священник сначала клянется именем Бога, при святой Девы Марии и святым Иоанном Крестителем, что все обвинения ложны. Но скоро он понял, что он погиб. Мужество его покинуло, и под пыткой, а может быть и ранее, он признался во всем. Да, во всем, во всех преступлениях, которых он не совершал. Он сознался, что дьявол посещал его часто, что он поджидал сатану у дверей церкви и заразил до тысячи женщин ядовитым дыханием, сообщенным ему Люцифером. «Признаюсь и в этом», — говорил он, — «что когда я желал отправиться на Шабаш, я становился ночью у открытого окна, через которое являлся ко мне Люцифер и вмиг переносил на сборище, где я оставался два-три, а иногда и четыре часа». Стали искать на его теле печать дьявола. Когда сняли с глаз Гоффреди повязку, он с ужасом узнал, что в его тело до трех раз вонзали иглу, и он ничего не чувствовал. Итак, он был трижды помечен дьявольским клеймом. Инквизитор заметил, если бы мы находились в Авеньоне, этого человека завтра же сожгли бы. Его и сожгли. 30 апреля 1611 года в Эксе в пять часов пополудни Луи Гоффреди, бенедиктинский священник Дес-Акуль, был отрешен от сана. Палач подвел к главному входу в церковь, где он должен был каяться и просить прощения у Бога, короля и правосудия. На площади проповедников был уже воздвигнут костер. Несчастный взошел на него, и спустя несколько минут от него остался один пепел. Гоффреди таким образом не спасло его признание в колдовстве. Но не лучше была и судьба тех, которые отличались большей стойкостью характера, как показывает история с аббатом Грандье. Приором монастыря был аббат Муссо, вскоре, впрочем, умерший. Спустя непродолжительное время после его кончины он однажды явился к госпоже де Бельсьель ночью в виде мертвеца и приблизился к ее постели. Она своими криками разбудила всю обитель. Но после этого привидение стало возвращаться каждую ночь. Монахиня рассказала о своем несчастье товаркам. Результат получился как раз обратный. Вместо одной привидение стало посещать всех монахинь. В Дортуаре то и дело раздавались крики ужаса, и монахини пускались в бегство. Слово «одержимость» было пущено в ход и принято всеми. Монах Миньон, сопутствуемый двумя товарищами, явился в обитель для изгнания злого духа. Игуменья мадам де Бельсьель объявила, что она одержима астаротом, и как только начались заклинания, стала издавать вопли и конвульсивно биться. В бреду она говорила, что ее околдовал священник Грандье, преподнося ей розы. Игуменья, кроме того, утверждала, что Грандье являлся в обитель каждую ночь в течение последних четырех месяцев, и что он входил и уходил, проникая сквозь стены. На других одержимых, между прочим, на мадам де Сазельи, находили конвульсии, повторявшиеся ежедневно, особенно во время заклинаний. Одни из них ложились на живот и перегибали голову так, что она соединялась с пятками. Другие катались по земле, в то время как священники со святыми дарами в руках гнались за ними. Изо рта их высовывался язык, совсем черный и распухший. Когда галлюцинации присоединялись к судорогам, то одержимые видели смущавшего их демона. У мадам де Бельсьель их было семь, у мадам де Сазельи — восемь. Особенно же часто встречались Асмодей, Астарот, Левиафан, Исаакорум, Уриэль, Бегемот, Дагон, Магон и тому подобные. В монастырях злой дух носит названия, присвоенные ему в богословских сочинениях. В некоторых случаях монахини впадали в каталептическое состояние, в других они переходили в сомнамбулизм и бред или в состояние полного автоматизма. Они всегда чувствовали в себе присутствие злого духа и, катаясь по земле, произнося бессвязные речи, проклиная Бога, кощунствуя и совершая возмутительные вещи, утверждали, что исполняют его волю. А вот, между прочим, сцены, которые разыгрывались в том же монастыре под влиянием заклинаний, заимствованные из книги отца Иосифа. Однажды начальница пригласила отца отслужить молебен святому Иосифу и просить его защиты от демонов во время говиния. Заклинатель немедленно выразил свое согласие, не сомневаясь в успешности чрезвычайного молитвословия и обещал заказать мессы с той же целью в других церквах. В следствии этого демоны пришли в такое бешенство, что в день поклонения волхвов стали терзать игуменью. Лицо ее посинело, а глаза уставились в изображение лика Богородицы. Был уже поздний час, но отец Сюрен решился прибегнуть к усиленным заклинаниям, чтобы заставить демона пасть в страхе перед тем, кому поклонялись волхвы. С этой целью он взял одержимую в часовню, где она произнесла массу богохульств, пытаясь бить присутствующих и во что бы то ни стало оскорбить самого отца, которому, наконец, удалось тихо подвести ее к алтарю. Затем он приказал привязать одержимую к скамье и после нескольких воззваний повелел демону Исаакорому пасть ниц и поклониться младенцу Иисусу. Демон отказался исполнить это требование, изрыгая страшные проклятия. Тогда заклинатель пропел «Магнификат», и во время пения слов «Глория Патри» и так далее эта нечестивая монахиня, сердце которой было действительно переполнено злым духом, воскликнула «Да будет проклят Бог Отец, Сын, Святой Дух и все Небесное Царство!» Демон еще усугубил свои богохульства, направленные против Святой Девы, во время пения «Аве Мария Стелла», причем сказал, что не боится ни Бога, ни Святой Девы, и похвалялся, что его не удастся изгнать из тела, в которое он вселился. Его спросили, зачем он вызывает на борьбу всемогущего Бога. «Я делаю это от бешенства», — ответил он, «и с этих пор с товарищами не буду заниматься ничем другим». Тогда он возобновил свои богохульства в еще более усиленной форме. Отец Сюрен вновь приказал Исаакорууму поклониться Иисусу и воздать должное как святому младенцу, так и при Святой Деве за богохульственные речи, произнесенные против них. Исаакорум не покорялся. Последовавшее затем пение «Глория» послужило ему только поводом к новым проклятиям на Святую Деву. Были еще делаемы новые попытки, чтобы заставить демона-бегемота покаяться и принести повинную Иисусу, а Исаакорума повиниться перед Божьей Матерью, во время которых у игуменьи появились такие сильные конвульсии, что пришлось отвязать ее от скамьи. Присутствующие ожидали, что демон покорится, но Исаакорум, повергая ее на землю, воскликнул «Да будет проклята Мария и плод, который она носила!» Заклинатель потребовал, чтобы он немедленно покаялся перед Богородицей в своих богохульствах, извиваясь во земле как змей и облизывая полчасовни в трех местах. Но он все отказывался, пока не возобновили пение гимнов. Тогда демон стал извиваться, ползать и крутиться. Он приблизился, то есть довел тело госпожи де Бельсьель к самому выходу из часовни, и здесь, высунув громадный черный язык, принялся лизать каменный пол с отвратительными ужимками, воем и ужасными конвульсиями. Он повторил то же самое у алтаря, после чего выпрямился и, оставаясь, все еще на коленях, гордо посматривал, как бы показывая вид, что не хочет сойти с места. Но заклинатель, держа в руках святые дары, приказал ему отвечать. Тогда выражение лица его исказилось и стало ужасным. Голова откинулась совершенно назад, и послышался сильный голос, произнесенный как бы из глубины груди «Царица неба и земли». «Прости». Нетрудно представить себе, что подобные заклинания не только не действовали успокоительно на окружающих лиц, но еще способствовали большему развитию бешенства у несчастных монахинь. В заключении следует заметить, что луденская эпидемия урсулинок кончилась трагически, так как несчастный аббат Гардье, обвиненный в чародействе, был подвергнут ужасным пыткам и истязаниям, и был, в конце концов, сожжен на костре. Описание пыток и казни Грандье производит потрясающее впечатление, и я, щадя нервы читателей, опускаю их здесь, тем более, что это печальное событие не относится прямо к интересующему нас предмету. Но как не тяжела была казнь Грандье, сожженного живым на костре, с раздробленными ранее голенями, она не успокоила беснующихся урсулинок, пока не было приступлено к их изолированию. После того демоны стали еще преследовать молодых девушек в городе Лудени. Назывались эти демоны уголь нечисти, адский лев, феррон и магон. Эпидемия распространилась даже на окрестности. Девушки в Авеньоне почти все подпали страшному недугу и обвиняли при этом двух священников в чародействе. К счастью, Куадьютор Пуатьевского епископа благоразумно повел дело и разъединил бесноватых. Но еще замечательнее тот факт, что Авеньон, искони считавшийся страною пап, переполнился около этого времени одержимыми. Луденская эпидемия заразила умы и охватила собой большое пространство. Страшная луденская трагедия еще не изгладилась из памяти ее современников. Истина относительно мутеничества несчастного Гранье едва только успела выясниться, как разнесся слух, что демоны овладели обителью святой Елизаветы в Лувье. Здесь также усердие духовника послужило, если не причиной, то, по крайней мере, точкой отправления для распространения недуга. Лувьевскими монахинями овладело желание посоперничать в деле набожности со своим духовным пастырем. Они стали поститься по неделям, проводили в молитве целые ночи, всячески бичевали себя и катались полуногие по снегу. В конце 1642 года священник Пикар, духовник, внезапно скончался. Монахини, уже и без того близкие к помешательству, тогда окончательно помутились. Их духовный отец стал являться им по ночам. Они видели его бродящим в виде привидения, а с ними начали делаться конвульсивные припадки, совершенно аналогичные с припадками луденских монахинь. У несчастных являлось страшное отвращение ко всему, что до тех пор наполняло их жизнь и пользовалось их любовью. Вид святых даров усиливал их бешенство. Они доходят до того, что даже плюют на них. Затем монахини катаются по церковному полу, и, издавая при этом страшный рев, подпрыгивают, как будто под влиянием пружин. Современный богослов Лабритан, имевший случай видеть лувьевских монахинь, дает нам следующее описание их беснований. Эти пятнадцать девушек обнаруживают во время причастия страшное отвращение к святым дарам, строят им гримасы, показывают язык, плюют на них и богохульствуют с видом самого ужасного нечестия. Они кощунствуют и отрекаются от Бога более ста раз в день с поразительной смелостью и бесстыдством. По несколько раз в день ими овладевали сильные припадки бешенства и злобы, во время которых они называют себя демонами, никого не оскорбляя при этом и не делая вреда священникам, когда те во время самых сильных приступов кладут им в рот палец. Во время припадков они описывают своим телом разные конвульсивные движения и перегибаются назад в виде дуги без помощи рук, так что их тело покоится более на темени, чем на ногах, а вся остальная часть находится на воздухе. Они долго остаются в этом положении и часто вновь принимают его. После подобных усиленных кривляний, продолжавшихся непрерывно, иногда в течение четырех часов, монахини чувствовали себя вполне хорошо, даже во время самых жарких дней. Несмотря на припадки, они были здоровы, свежи, и пульс их бился так же нормально, как если бы с ними ничего не происходило. Между ними есть и такие, которые падают в обморок во время заклинаний, как будто произвольно. Обморок начинается с ними в то время, когда их лицо наиболее взволновано, а пульс становится значительно повышенным. Во время обморока, продолжавшегося полчаса и более, у них незаметно ни малейшего признака дыхания. Затем они чудесным образом возвращаются к жизни, причем у них сначала приходят в движение большие пальцы ноги, потом ступни и сами ноги, а за ними живот, грудь, шея. Но все это время лицо бесноватых остается совершенно неподвижным. Наконец оно начинает искажаться и вновь появляются страшные корчи и конвульсии. Это описание не оставляет сомнения в том, что дело идет в данном случае о проявлениях большой истерии, хорошо изученной за последнее время, особенно со времени классических трудов Шарко и его учеников. Эпидемии кликушества и порчи. Наше современное кликушество в народе не есть ли тоже отражение средневековых демонопатических болезненных форм? И здесь влияние внушенных ранее привитых идей на проявление болезненных состояний неоспоримо. Известно, что такого рода больные во время церковной службы при известных возглашениях подвергаются жесточайшим истерическим припадкам. И здесь повторяется то же, что было и в средние века. Несчастные больные заявляют открыто и всегласно о своей бесоодержимости. Во время же припадков говорят как бы от имени сидящего в них беса. Между прочим, одна из недавних эпидемий кликушества развелась с чрезвычайной быстротой во время свадебного пиршества в селе Большом Петровском Подольского уезда Московской губернии и охватила 15 лиц, участвовавших в пире. Другая эпидемия, развившаяся несколько лет спустя, также во время свадебных пиршеств и также в Подольском уезде Московской губернии, ограничивалась четырьмя лицами. Литература наша обладает вообще многочисленными описаниями эпидемий кликушества, но из них лишь немногие были предметом медицинского наблюдения. Всех лиц, которые пожелали бы в исторической последовательности проследить у нас развитие эпидемий этого рода, мы отсылаем книги Краинского «Порча, кликуши и бесноватые», которому пришлось исследовать по поручению медицинского департамента одну из эпидемий такого рода, развившихся несколько лет тому назад в Смоленской губернии. Смотрите также сообщение доктора Никитина из нашей клиники к вопросу о кликушестве, в котором описаны кликуши с их припадками и приведены результаты их исследования. Нет сомнения, что эти эпидемии всегда и везде развивались под влиянием поддерживаемого в народе верования о возможности порчи и бесоодержимости, в чем немалую роль сыграло наше духовенство. Для пояснения того, какую роль играет внушение и самовнушение при развитии эпидемии порчи и кликушества, я приведу здесь и сделанного мною к вышеуказанному сочинению предисловия ниже следующей строки. Не подлежит сомнению, что психическая сторона так называемой порчи и кликушества, как и бесноватости, черпает свои особенности в своеобразных суевериях и религиозных верованиях народа. Этим объясняется не только характер бредовых идей о порче, о вселении нечистой силы вовнутрь тела, но и все другие характерные явления в поведении кликуш, порченных и бесноватых, так, например, их своеобразная боязнь всего, что верою народа признается святым, наступление припадков в церкви при пении херувимской, при известных молитвословиях во время служения молебнов и при отчитывании, их выкликание и непереносимость того лица, которое они обвиняют в порче и в причинении им бессоодержимости. Часто наблюдаемая наклонность к произношению бранных и неприличных слов, поразительное богохульствование и святотатственное поведение против икон, склонность некоторых из кликуш к порицанию и тому подобному. Сюда принадлежит и боязнь табаку, наблюдаемая у некоторых кликуш, как заимствование от сектантов. Известно, что курение табака по взгляду многих сектантов, которых народ вообще именует еретиками, есть дело рук антихриста, а потому они не только не употребляют табака, но и не допускают его в свои избы. Поэтому боязнь табака у кликуш выражает как бы принадлежность их к ереси, что в глазах простого народа почти равносильно бога отступничеству. Ввиду всего только что сказанного нельзя не согласиться с тем, что кликушество и порча в значительной мере обязаны своим происхождением бытовой стороне жизни русского народа. Очевидно, что своеобразные суеверия и религиозные верования народа дают психическую окраску того болезненного состояния, которое известно под названием порчи, кликушества и бесноватости. Глубоко интересен вопрос о развитии порчи, кликушества и бесоодержимости в нашем народе. В этом отношении играет, по-видимому, огромную роль невольное внушение, испытываемое отдельными лицами при различных условиях. Описание бесноватости в священных книгах, рассказы о порче и бесоодержимости и вера в колдунов и ведьм, передаваемые из уст в уста среди простого народа. Особенно же поражающие картины кликушества и бесоодержимости, которые приходится видеть русской крестьянке в церкви, картины, которые надолго запечатлеваются в душе всякого, кто имел случай наблюдать неистого кликуш и бесноватых, особенно же их неслыханные богохуления и осквернения святынь, действуют на расположенных лиц наподобие сильного и неотразимого внушения. Еще более поражающим образом должны действовать тягостные картины беснования кликуш во время публичных отчитываний, которые даже и при счастливом исходе в смысле исцеления от кликушества еще более укрепляют в простом народе веру в бесоодержимость. В этом отношении глубоко знаменательно замечание автора, что большую, если не первенствующую роль в развитии кликушества в России играют монастыри, особенно московские и окрестных губерний. Будучи сам свидетелем такого рода отчитываний бесноватых в отдаленных монастырях европейской России, я вполне разделяю взгляд автора о значении монастырей как распространителей порчи и бесоодержимости в населении. Присуществование религиозного внушения о возможности порчи и бесоодержимости очевидно достаточно для предрасположенной личности уже самого незначительного повода, чтобы развелась болезнь. Если такая личность случайно взяла из рук подозреваемого в колдовстве лица какую-либо вещь или поела его хлеба, выпила воды или квасу из его рук или даже просто встретилась с ним по дороге, всего этого уже достаточно, чтобы болезнь развелась в полной степени. Иногда даже простое воспоминание о тех или других отношениях к мнимому колдуну или ведьме действует наподобие самовнушения о происшедшей уже порче. И с этого момента впервые развиваются стереотипные болезненные проявления, которые затем, повторяясь при соответствующих случаях, укрепляются все более и более. Само собою разумеется, что рассматриваемые состояния при благоприятных условиях легко могут принимать эпидемическое распространение, которое вообще случается нередко при появлении кликуши в том или другом месте. Поводов для развития эпидемии в таких случаях может быть множество. Одна кликуша, как было, например, в селе Ощепкове во время церковной службы заявляет, что кликать будут вскоре и другие, и уже этого заявления достаточно, чтобы расположенные женщины при общей поддержке убеждения, что в среде их завелся колдун или ведьма, подверглись затем кликушным припадкам. В других случаях достаточно нечаянно пророненного слова или дурного пожелания кому-либо в ссоре, которое, действуя подобно внушению, вызывает затем действительное болезненное расстройство, вселяющее в заболевшем лице и в окружающих его убеждение, что появившееся болезненное расстройство «дело рук ведьмы или колдуна», и уже почва для развития эпидемии кликушества и порчи в населении готова. Так или приблизительно так дело происходит во всех вообще местах, где развиваются подобные же эпидемии. В этом отношении особенно интересна та поразительная внушаемость, которая, по наблюдениям автора, проявляется у кликуш и то обстоятельство, что у многих из них наблюдаются довольно глубокие степени гипноза, напоминающие, по крайней мере, отчасти те истерические формы гипноза, которые демонстрировал покойный профессор Шарко в парижском Сальпетриере. Только что указанный факт, без сомнения, достоин большого внимания, и притом не только с точки зрения происхождения болезненного состояния, о котором идет речь, но и с точки зрения лечебного значения гипнотического внушения при порче и кликушестве. Сам народ инстинктивно ищет исцеление от своего недуга, приобретенного, как было выяснено, путем внушения, не столько в лекарственной медицине, сколько в молитвословиях и в отчитывании в монастырях и в других религиозных обрядах и церемониях. Или же идет к знахарям или так называемым колдунам, где также лечатся наговорами. Очевидно, что внушение, систематически проведенное при условии разобщения кликуш друг от друга и обособлении их от здоровых или освободившихся от припадков с целью устранения от взаимовнушения и влияния одних на других, является одним из важнейших лечебных мероприятий, которым отныне следует прибегать в каждом случае эпидемии кликушества, порчи и бесноватости. Само собою разумеется, что порча касается не одних женщин, но и мужчин, и такие лица, получившие порчу под влиянием какого-либо дурного человека, и до сих пор слывут в темной массе русского народа под названием порченных или бесноватых. Во время отчитываний, которые производятся над такого рода больными еще и теперь в монастырях нашей глухой провинции, можно видеть те ужасные корчи, которым подвергаются такого рода бесноватые при производстве над ними заклинаний. Причем дьявол, вошедший в человека, может быть вызван на ответы и не скрывает своего имени, горделиво называя себя во всеуслышание Легион или Вильзевул или какими-либо другими библейскими именами. Все эти сцены, которых очевидцам не приходилось быть неоднократно, без сомнения являются результатом внушенных идей, заимствованных из Библии и народных верований. Вряд ли можно сомневаться в том, что если бы наши кликуши, которых встречается немало в наших деревнях, жили в средние века, то они неминуемо подверглись бы сожжению на костре. По указанию Павла Якобия, в одной Орловской губернии за 1899 год было более тысячи кликуш. Впрочем, кликушество в народе, хотя еще и по сие время заявляет о себе отдельными вспышками эпидемий в тех или других местах нашей провинции, но во всяком случае, в настоящее время оно уже не приводит к развитию тех грозных эпидемий, какими отличались средние века, когда воззрение на могучую власть дьявола и бесоодержимость были господствующими не только среди простого народа, но и среди интеллигентных классов общества, и даже среди самих судей, которые были призваны для выполнения над колдунами правосудия и удовлетворения общественной совести. Продолжение следует... следует...